всем привет вот столько я всего накупил затарился была акция вот и башки 25 лет им было четыре сумки я купил и бытовая химия вот и по продуктам то есть самое самое необходимое цены и скидки были до 40 процентов на различные группы товаров поэтому очень выгодно было там затариться вот и скидки были вчера только один день сегодня воскресенье уже ролик снимаю вчера не успел потому что был чуть ли не весь день расписан и так давайте же мы с вами теперь посмотрим и чуть позже я покажу вам чеки сколько я на все это потратил вот старался покупать все самое необходимое потому что это выгодно и кстати мне удалось сэкономить ориентировочно 280 или 400 гривен для кого-то мало для кого-то много поэтому каждый сам уже там определиться и так итак вот такие макарошки такие прикольные иногда берем такой классный чаюк делюкс здесь шматочками маракуи квитковым и полюсками ароматизована в общем неплохой чай вот так он обычно там где-то гривен по 30 по моему был по 22 если не ошибаюсь что цен очень много и позиции вот такой зеленый чай я постоянно пью именно заварной такой самый-самый максимально полезны еще такая пачка такая приправка прикольная решил на полу снять потому что много места такие пластифти очень удобно несколько пачек взял овсянки такие махароны в общем затарился по полной горошек вот такой если кто-то занимается спортом особенно утром очень полезно тарелочку себе сделал со сливочным маслом вообще просто шикарно и побегать и на турниках позаниматься поэтому рекомендую такая приправа карри арахис вот такой люблю но не обжарена его нужно жарить но это не проблема там делов на пять минут две пачечки взял соус тартар очень вкусно можно и самому делать но в последнее время просто катастрофически не хватает времени на все на это паприк паприк такие классные соусы вот иногда покупаю их затем вот такая тяжелая артиллерия у нас пошла такая сайра не знаю какие-то этом консервы покупал какие-то нет поэтому напишите в комментариях вот такой паштет но это скорее всего коту наверное пойдет потому что я не очень люблю паштеты не то что не очень вообще наверное просто их не люблю так вот такая вот икорка из кабачков заморская иногда тоже беру там для чего-то пойдет она затем я лучше натушкована тоже классная вещь иногда покупаю но стараюсь в основном свежее мясо покупать на рынке людей было конечно очень-очень много в АТБ очень много тарились особенно утром рассказывали кассиры очень много было скумбрия вот такая тоже вкусненькая консерва если кто-то не покупал купить а кто любит рыбку вот такие опеньки тоже классная вещь на закуску нас салаты вообще шикарно просто просто шикарно томат на паста на борщ все как всегда в общем ничего нового все по старинке вот такая свининка заморская по-домашнему в общем здесь этих консерв есть есть и есть вот такой горошек на салат или на оливье вообще просто зачетно вот такая килька не знаю по моему первый раз такую беру если вы покупали такую напишите какая она классная нет чтобы быть как-то подготовленным к открытию так что у нас еще еще томатная паста на их две штучки брал так вот такое маслица олейна не рафинированная две бутылочки тоже взял еще вот такая вот олейна по чекам кстати не настолько и много получилось но тем не менее каждый сам для себя решит определиться вырос шампиньоны тоже классная но я стараюсь покупать как раз в это бы есть такие большие белые такие грибочки свежие тоже отлично вот и приготовить из них килька наверное тимофею пойдет коту там где-то в каком-то пакете для кота тоже покупал прикольные вкусняшки так и водичка у нас вот такая вот вот я стараюсь покупать не газированную максимально полезное что было а вот это слабый газ но также можно покупать и сильный газ просто открыть крышку и пускай она стоит выдыхается ну вот и большинство газа уйдет так и вот у нас пакет вот здесь и станки вот такие вот джилетовские кстати неплохие одного станочка там на несколько неделек вполне достаточно потом затупляется и новые вот таких я купил ихняя цена была по 66 гривен а уже начиная с сегодняшнего дня уже по 80 гривен цена вот только один день поэтому я их купил при упаковке вот столько всего отлично затарился вещь необходимая так теперь чистящие разные тоже неплохой для печек там и так далее тоже так это пенка для бритья арка тоже вот на все на это были скидки неплохие поэтому люди тарились особенно кто умеет деньги считать свежесть утра утренняя свежесть тоже такой прикольный ароматизатор так вот побрызгал здесь она распыляется классная вещь затем вот такая гала лимон тоже для чистки решил взять вот такие разные попробовать потому что она всегда так бывает какой-то лучше какой-то хуже сарма моющая потому что галу я допустим не очень потому что она жидкая такая вот это вот здесь она погуще и как всегда была скидка хорошая так шампунька вот такая всем известная shoulders цитрусовая свежесть очень приятно пахнет со скидкой по моему 66 гривен чего-то как-то так оно было точно не помню вот такая сарма вот это вот классная моющая поэтому если вы не покупаете вот такую обязательно возьмите так это у нас для пола тряпки мыло тоже очень много разного набрал вот такую дуру очень классно пахнет так это еще одну вот это мне надолго хватает более там большой объем еще одну моющая в общем моющего набрался наверное до февраля может быть и хватит 4 банки так Тимофей Китики тут такой домашний убит с яловочиной у меня кстати кот сиамский если у вас тоже кот сиамский вы будете смотреть этот ролик напишите мне чем вы кормите помимо вот таких вот магазинных кормов чего они там еще кушают потому что тоже коты так подсаживаются на эту тему вот и другого ничего не хотят кушать так а этот у нас с куркуя такие вот две баночки тоже были выгодные скидки поэтому решил взять немножко было выгодно чем братьев в таких маленьких пакетиках там где по 100 грамм мыло вот такое ромашка мыло тоже очень много набрал вот такие лесные ягоды тоже очень классно пахнет затем шампунька вот такая шаума еще вот это вот обалденное мыло очень классно факс называется еще одни лесные ягоды мылом просто затарился вообще затем 4 плюс 1 здесь еще тоже вот это вот классно пахнет зеленый чай и еще вот такое классное мыло так и у нас остался один пакет последние вот такие тряпочки серветки для стола в общем там куда хочешь можно использовать вытирать и пыль и так далее тоже неплохие такие вот такие салфетки детские можно как и для себя так и для ребенка отличные вообще вот такие палочки кстати какие то деликатные места допустим на часах на советских тоже классно чистить вытирать там грязь и так далее но часа щеки меня поймут или кто торгует часами те наверняка вот такими штучками пользуются или тырят их у своих ну вы поняли о чем я так орешки вот такие классные завалялись тоже посмотреть вечером видео какие то интересные почитать коменты открыть вот такую пачку и просто сидишь в своем рабочем кресле и кайфуешь так вот такие пакеты для каких то мелких нужд тоже необходимая вещь вот такой чесночок кстати завалялся потому что дома вообще не осталось а очень я люблю сало с чесноком по старинке так вот такие вот губки кухонные тоже быстро все изнашивается их нужно менять поэтому меняйте их чаще вот на этом экономе точно не нужно салфетки влажные антибактериальные тоже классная вещь зубная щетка две штучки там цена вообще не дорого было поэтому и кстати зубные щетки нужно менять чем чаще тем лучше где-то 2-4 месяца вот они как некоторые там полгода год и так далее то есть их нужно выбрасывать потому что там микробы собираются ну думаю так все логично и понятно так еще одна упаковка тряпок вот это вот такой валик тоже постоянно пользуюсь потому что от кота шерсть летит ну стандартная история в общем ребят у кого дома и животные у тех есть подобные валики так пакеты для мусора тоже затарился много их взял три штучки по моему чтоб уже не ходить и максимально сэкономить по деньгам потому что цены в Украине конечно дай бог растут каждый день наверное еще вот такие салфеточки на них была отличная цена поэтому я где-то по моему пять пачек да зал вот они все пять пачек и вот такая пачка еще орешков в общем здесь получилась вот такая целая горка вот старался покупать все самое-самое необходимое и теперь мы с вами посмотрим на чеки сколько я потратил денег более точно если вы находитесь за пределами Украины за границей то общую сумму можно просто сложить и разделить на 28 и вы получите сумму в долларах итак первый чек у нас получился на 956 гривен 90 копеек вот они все эти позиции можете посмотреть по ценам какие у нас цены в Украине но это уже со скидкой а с воскресенья сегодняшнего дня уже обратно все поднимается в цене поэтому еще раз повторюсь кто следит за семейным бюджетом и кто захотел сэкономить те и сэкономили второй чек на 680 гривен 40 копеек вот это все мы купили 4 пакета и потом я уже ходил в другой магазин этой же сети и там уже купил вот эти станки 3 штуки там мне их уже надолго хватит я думаю до весны может быть до лета не знаю на 200 гривен а с сегодняшнего дня одна упаковка будет уже 80 гривен стоить это получается 240 гривен то есть я только 40 гривен сэкономил вот на таких станках они вот неплохие поэтому если вы пользуетесь какими-то другими вот эти вот тоже замечательные отличные ну вот такие вот мои покупочки подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях до новых встреч 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 Продолжение следует...